Вань, сделай пропил поглубже. Спокойный сон реки нарушает шум трактора. Пора красавице просыпаться, а значит нужно помочь ей освободиться от зимнего одеяла. Хоть градусы на термометрах пока чаще минусовые, весна на Ямале вступает в свои права. Участки Пура в районе населенных пунктов в зоне особого внимания. В соответствии с ледомерной съемкой толщина льда составляет от 50 до 80 сантиметров. В следствии чего работы по распиловке льда возможно проводить трактором. При толщине льда меньше 30 сантиметров работали бы вручную бензопилами. Но и со спецтехникой все не так просто. Трактор пришлось основательно переобуть. Вместо обычных колес широкие, более устойчивые. Иван Бельчук по толстому льду ездит не первый год. Без риска не обходится. Вот и здесь местами уже поступает вода. Река словно пытается выглянуть и понять, кто тревожит ее зимний сон. Лед трещит под колесами. Не страшно так работать? Мы уже привыкли. Всего в районе поселка Уренгой распиливают три участка по 7 километров. Это обезопасит не только населенный пункт, но и автомобильный мост. И в этих местах, когда лед пойдет, уже будет проще. Это самые слабые места будут. От этого и будет лед ломаться. И мосту легче будет. И в общем отопления не будет. Уровень воды в этом году, по прогнозам специалистов, ожидается в пределах нормы. Но, тем не менее, противопаводковые мероприятия проводят не только на крупных реках, но и на мелких. Малая глубина также чревата заторами. На льду Сидеяхи в Новом Уренгое спецтехника работает уже две недели. Кто-то расчищает снег, кто-то рыхлит лед сам. Кто-то будет. Какая-то техника будет. Поэтому мероприятие будет проходить целый месяц. Ледоход на Ямале ожидается примерно через месяц. Некоторые реки могут начать вскрываться и раньше срока. На Аби и на Дыме движение льда ожидают 22 мая, на Пури – 27 мая. Последний проснется река Тасс. Ориентировочно 4 июня. Анна Мершинченко, Виктория Воронецкая, Иван Гавриленко. Время Ямала. Новый Ренгой. Пуровский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова